Вы предприниматель или только думаете заняться собственным делом, тогда сегодняшний выпуск специально для вас. Открыть или расширить свое производство Республика поможет финансово грантам до 3 миллионов рублей. Как действует система поддержки и по какому принципу отбирают счастливчиков, расскажем далее в программе. Гранты и субсидии – одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Интерес Хакасии очевиден – развить приоритетное направление. Это производственная сфера строительства, здравоохранения, образования, особое отношение к молодежному предпринимательству. Есть несколько видов грантов. Это гранты на развитие бизнеса начинающих предпринимателей до 300 тысяч рублей. И гранты на поддержку и на развитие действующего бизнеса до 3 миллионов рублей. Сумма в первую очередь зависит от расчета, который входит в бизнес-проект. Помощь новичкам в Черногорске заработал завод по производству облицовочного цветного кирпича. Аналогов ему в Хакасии нет. Сегодня он выпускает более 13 тысяч кирпичей в день. Проект перспективный. Один из тех, что позволит экономике города развиваться. Стартовать предприятию помогли гранты правительства. 900 тысяч на оборудование, еще 300 тысяч на приобретение основных фондов. При открытии для предприятия это достаточно существенно и значимо. То есть это лишнее, не то что лишнее, а дополнительное денежное вливание, которых на старте не всегда хватает. Кто из предпринимателей получит поддержку, решает Совет по экономическому развитию. Достаются гранты далеко не всем. Основной критерий – производство должно работать, приносить прибыль и быть эффективным. Еще один выигрышный вариант и большой плюс в копилку предпринимателя – социальный аспект. Новые рабочие места для жителей Хакасии. Рассказать о своем проекте мало. Предприниматели должны на деле показать его старт. Это своего рода гарантия для Хакасии вложения вернуться с процентами. Софинансировать производство республика будет лишь на 50%. При условии эта сумма не выше 3 миллионов рублей. А вот география никакой роли не играет, не считая границ республики. Заявки на гранты подают и жители районов. Помощь предусмотрена не только для новичков в бизнесе, но и для тех, кто крепко встал на ноги. Более 10 лет в Хакасии работает Абакан Сантехметалл. Изготавливают отопительные котлы, теплицы и прочие металлоконструкции. Начиналось же все с небольшого цеха. Развивались медленно, не хватало мощного оборудования. А осенью прошлого года предприятие получило государственную субсидию – миллион рублей. В частности, на эти деньги мы смогли приобрести токарный станок, фрезерный, вальцы, ну и непосредственно данные гильотинные ножницы. Они позволяют производить обработку металла толщиной до 16 миллиметров. Приобретение данного оборудования позволило нам осуществить большой прорыв. Мы нашли новых заказчиков. Только за 2012 год поддержкой воспользовались свыше 200 предпринимателей. На гранты Республика потратила без малого 140 миллионов рублей. Все затраты окупятся, уверяют специалисты. Ведь от модернизации предприятий выигрывает и Республика. Вместе с прибылью растут налоговые поступления в бюджет. О результате работы программы говорят цифры. За прошлый год число предприятий в Хакасии увеличилось, а оборот малого бизнеса достиг суммы практически в 16 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард. Рост за 12 месяцев. Отчисления в казну в виде налогов также стали больше на 190 миллионов рублей. Сегодня эта цифра приближается к миллиарду. Помогать малому и среднему бизнесу Республика будет и дальше. Возможно, уже в следующем году. При мониторинге эффективности учтут и ваше предприятие. Успешное и процветающее. Стать претендентом на гранты несложно. Необходимо лишь собрать документы и оставить заявку в Центре поддержки предпринимательства. Регистрация пройдет вплоть до августа. Затем стартуют презентации проектов. Так что время на подготовку есть. А также шанс доказать. Ваша бизнес-идея выгодна для экономики Хакасии. Редактор субтитров А.Семкин